МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Это программа «Арт-проспект». Живопись, скульптура, музыка, хореография, литература, кино и фото. Самое значимое в региональном мире культуры по версии телеканала «Первый областной». У микрофона Дарья Новикова. Здравствуйте. Сквозь титульное орловское искусство прорастает андеграунд. Его представители не то чтобы несут какой-то протест или намеренно уходят в подполье. Дело в том, что официальные богемные круги на молодежь взирают свысока. Та в долгу не остается и, попадая на статусные арт-мероприятия, начинают усиленно зевать. Не зевать ей теперь есть где. Орел обзавелся центром своевременного искусства, где всяк творящий может и творить, и выставлять свое на суд публике. На прошлой неделе оплот андеграунда собрал большой концерт поэтической и музыкальной молодежи. О нем либо лично, либо скучно. Мы выбрали первое. Захожу со смешанным чувством. То ли личный консерватизм, то ли плохой опыт приучили мне ничего хорошего от современного искусства не ждать. Кто знает, может сегодня моему мнению суждено измениться. В зале необычно много зрителей. Некоторые даже стоят. Позже узнаем. Большинство – друзья и родные артистов. На сцене глаз бури. Ого, виолончель. Интересно. А в текстах? Хм, столь редкий в наши дни порыв к философии. Лидер группы своей песни зовет песнями о жизни. Как-то размыто, да? Ну и песни поэтому какие-то размытые, что ли. То ли харизмы не хватает, то ли смыслов. К чести автора нужно заметить, что сам он степени причастности треков к искусству оценивать не берется. Я не могу тут дать каких-то оценок. Да и вообще оценки это… У этих ребят с харизмой все в порядке. Группа «Проспект имени тебя» разговаривает о романтике, поездах, путешествиях. И пусть половину слов не разобрать, намерения у артистов самые благие – согреть слушателей. Города, горы, походы, в лесах. И только так, таким способом. На поездах. А по-другому нельзя, как нельзя. Без друзей нельзя, без знаний нельзя, без семьи. Я любую искусство. Взять из тех же пьемня рейперов, которые просто читают по чужим уместям. Это все равно искусство. Люди что-то делают. Если я это не люблю, это не значит, что это плохо. Ну да, всем не угодишь. Но ведь есть же признанные эталоны, есть критерии искусства, наконец. Есть неглагольные рифмы, есть мощные образы. И да, это находка. То, ради чего стоило прийти. Глубина смысла и множественность оттенков. Лена Шилова. Вот она, настоящая поэтесса. Эти поэтессы сама себя не называет. Мыслит, кстати, очень интересно. Если люди начинают что-то показывать свое сейчас, это интересно, и это будет интересно потом. Просто этому нужно дозреть, я думаю, плохо. Может дозреют, а может и нет. Действительность осмыслили, публики представили, сами довольны. Организаторы, представив новичков от арт, своего добились. Но мы стремимся больше не к искусству, а к тому, чтобы люди получали удовольствие от жизни. Даже я не знаю, что сказать. С одной стороны, и Пушкин когда-то начинал, молодые все пусть пробуют. Что плохого в самовыражении. К тому же попадаются очень достойные вещи. С другой стороны, убежденность некоторых в призванности Аполлоном сильно преувеличена. В итоге, амбиции упакованы в пустые стихи и мелодии. Но время называть достойных. В орловском искусстве скульптура – наиболее редкий вид. В отличие от писателей, ни Веру Мухину, ни Эрнста Неизвестного, ни кого-либо столь же масштабного наши мелкие воды не вспоили. Так что каждый орловский прорыв в скульптуре – навес золота или железа, как в случае с Владимиром Козямкиным. Кузнечных дел мастер уже несколько лет разводит в своем дворе диковинных зверей. На это стоит взглянуть. Часто ли вы видите железные скульптуры? Да что там, орел, вся Россия-матушка таким не избалована. А тут падишты – фламинго, цапля, волк и конь. Галерея прямо на улице, во дворе обычной девятиэтажки. Владелец железного зверинца – скульптор Владимир Козявкин. Эта работа, она приносит, допустим, удовлетворение не только самому автору, который участвует в этом процессе. Но, конечно, очень приятно, когда за эту работу тебя кто-то хвалит. Творческая эволюция от воздушного флюгера, который, кстати, работает по сей день, до объемного задорного коня. От несложных элементов и воздушных конструкций к основательной, кропотливой проработке. Это кажется, что металл жесткий или металл колючий. Наоборот, очень пластичный, мягкий, податливый, когда вы знаете, как его обрабатывать. Он с детства в металле, сейчас у него своя кузница. В ней на пару с напарником Евгением Рычкиным мастер раздувает не только огонь, но и интерес к уходящему кузнечному делу. Под молотком рождаются диковинные цветы и завитки. Металл не терпит ошибок. Переделывать его невозможно. То, что обывателю кажется невозможным, происходит на наших глазах. Из непривлекательного прута рождается изящный держатель для ручки. Кузнец он и художник тоже. Металл строит человека. Сам материал имеет такую возможность воспитывать. Эти современные кузнецы великодушны. Скульптуры на газоне – безвозмездный подарок городу. Готовы и Орлу дальше помогать, и развивать свое ремесло. Да только спрос невелик. Мы ни у кого ничего стараемся не просить. Тем живы, тем рады и тем довольны на сегодняшний день. Их не только не поддерживают, им еще и вредят. На месте нынешнего коня стоял страус. Так фигуру изломали и увезли. Вы, наверное, расстроились ведь очень? Да нет, знаете, я, может быть, в шутях говорю. Вот тут проходят жильцы и прочие, говорят, ой, жалко, украдут. Я говорю, ну, будем тогда бороться, кому надоест, кому воровать или делать. Вот кто кого, так сказать. Он поистине добрый кузнец из сказки. И сказочное свое бескорыстное дело продолжит. По стопам отца пошли сыновья мастера. Я надеюсь, что и в памяти людей остается. Поэтому это какой-то такой, ну, задел для памяти. И при том памяти, я надеюсь, хороший. Грандиозное событие у орловских любителей современной литературы. К нам приехала Людмила Улицкая. Одна из лучших прозаиков современности. Вообще-то, прибыла она с миссией вручить Бунинке шесть сотен книг, подаренных фондом Михаила Прохорова. Но никто из огромной толпы собравшихся этим не заинтересовался. Все пришли воочию убедиться, что Улицкая такая же живая и наполненная, как и ее проза. Сегодня Международный день театра. И я от всех вас, и от себя, и от нашего театра, я поздравляю Людмилу Евгеньевну с этим праздником. Потому что она когда-то свою профессиональную деятельность начинала именно в театре. После такого экспромта Улицкая выразительным низким голосом, который в театре как раз бы пригодился, начала делиться с публикой мыслями. Поговорили о чтении, о нынешнем положении книги в обществе. Судя по тому, что довольно много людей в зале, я бы сказала, видимо, все-таки чтение еще не унырло. Говорили и о том, что бумажная книга, как ни печально, медленно превращается в раритет. Современность Людмила Евгеньевна назвала эпохой культурной революции. Мол, она, эпоха, сопоставима с переполохом, что в свое время наделал Гутенберг со своим станком. Так что не без издержек. Сегодня мы вступаем в эпоху нового варварства, варварства высокотехнологичного. Впрочем, разговор о совсем уж высоком скоро сменился вопросами из зала. Тут уж и о романах, и о личной жизни, и о творческом пути. Отпустили писательницу только через три часа. Композитору Евгению Дербенко 65. Орловская музыкальная общественность поздравила мэтра большим фестивалем его имени. Дербенко сегодня признанный всеми один из лучших современных сочинителей музыки для народных инструментов. Его опусы играют по всей России, да чего там по всему миру. Стилизованные вещи, вариации, обработки – все дышит патриотизмом и заповедной народностью. Помимо композиторства Дербенко силен и в педагогике. На его баянный курс стоят очереди абитуриентов. Но поступившие и учащиеся на курсе Дербенко счастливчики поздравят учителя своими успехами. 10 апреля в Орле начнутся международные соревнования народников, певцов и инструменталистов. Театр нарисовали. Конкурсом ИЗО в свободном пространстве отметили профессиональный праздник – День театра. Итоги подвели в четверг после премьеры этого сезона пушкинской капитанской дочки. Конкурс, кстати, именуется «Пушкин и театр». Конкурсанты, а это студенты и школьники, рисовали то, что из Пушкина видели на сцене. Желающие самовыразиться иначе свое мнение излагали в словах. Сочинение компетентное актерско-литераторской жюри тоже оценило высоко. Как знать, может среди конкурсантов будущий автор пьес, который здесь поставят. Я очень люблю театр. Я читала книгу «Пушкин». Мне очень понравится. Ребят, которые сейчас в нашем поколении, моего возраста, я бы хотела, чтобы они больше ходили в театр. Очень волнительно, очень красиво так получилось. На улице Московской поединок длиною в полтора века. Два почтенных памятника архитектуры по сей день спорят друг с другом о том, кто богаче. Начался этот спор еще в 19-м столетии, когда два орловских купца возводили свои городские усадьбы. В рубрике «История сегодня» Ольга Алференкова о монументальных баталиях. Приветствую вас. Тщеславие может быть и не лучший из черт характера, но не обладая ею орловчане, наш областной центр выглядел бы куда скромнее. Именно тщеславие, желание выделиться и похвастать своим благосостоянием заставляло орловских купцов вкладывать баснословные деньги в строительство своих усадьб. Эдакое застывшее соревнование в великолепии сохранилось до наших дней на улице Московской. Здесь в немом споре, чей хозяин богаче, стоят почти друг напротив друга два роскошных строения. Первое – дом купца Аполлонова, построенный в конце 19 века. Здание в классическом стиле с лепниной и балконом из литых деталей. Через дорогу – усадьба купца Перелыгина. Она появилась на Московской на несколько десятилетий раньше, в 1856 году. Классический стиль, литые балконы, ничего не напоминает. Впрочем, Аполлонову превзойти Перелыгина так и не удалось. Здание, построенное архитектором Жозефом Тибобриньолем, не раз посещали на минутку члены царской семьи. С конца 90-х годов в этом здании располагался штаб Черниговского полка. Многие Романовы бывали в этом здании. Великая княгиня Елизавета Федоровна являлась шефом этого полка. Но в начале 20 века Черниговский полк отсюда съезжает. Во время Первой мировой здесь было конвойное командование. В годы гражданской войны госпиталь, затем пекарня, пединститут, жилые помещения и, наконец, банк. А в усадьбе Аполлонова в 20 веке сначала располагался губком РКПБ, а затем различные среднеспециальные учебные заведения. Так что можно сказать, что один дом, вот этот Аполлоновский, проиграл другому дому, вот этому, Перелыгинскому. Но не размерами внешнего китча, а параметрами иными, историческими. До встречи в следующей программе. В доме музея Лескова хранится вещица, в которой матушка Николая Семеновича зашифровала тайное послание любимому сыну. Любопытно, что смысл этого послания стал вскрываться сравнительно недавно. Все тайное сделаем явным в рубрике «Архаика». История одного музейного экспоната. Любопытные факты жизни вещицы, принадлежащие гению. В доме музея Лескова хранится предмет, в котором матушка писателя зашифровала тайное послание своему первенцу. Это всего лишь небольшая закладка для книги, вышитая бисером. Кстати, вещица эта способна перевернуть традиционное представление о характере Марии Петровны. Продолжаем совместный проект Первого областного и театров города «Стихия». Читать любимое сегодня будет Екатерина Гусарова, актриса театра имени Тургенева. Итак, Андрей Вознесенский, не возвращайтесь к былым возлюбленным. Продолжение следует... Продолжение следует... Акции своевременного искусства, визит в кузню и встреча с Людмилой Улицкой настолько... Широкий спектр арт-историй в Орле редковат. Надеемся, погодное похолодание пыло деятелей культуры не остудит. На следующей неделе будет что посмотреть и о чем поразмыслить. А наша программа уходит в апрельский отпуск. До встречи в мае! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова